Году исторической памяти Большой театр Беларуси подготовил серию проектов, которая полноценно и во всей своей первозданной красоте представляет нашу отечественную культуру, которая правда неразрывно связана прежде всего с историей Беларуси. Итак, 29 марта в Большом театре Беларуси прозвучит седая легенда. Она является жемчужиной национальной оперы. Этот спектакль в 2012 году был удостоен специальной премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. В 2016 году коллектив сотрудников Большого театра был удостоен государственной премии также нашей страны. Так что это действительно фантастическая опера, о которой не пойдет речь. И знаковые события и в культуре, и не только. В числе награжденных была народная артистка Беларуси Анастасия Масквина. Сегодня у нас в гостях Анастасия. Доброе утро! Доброе утро! Действительно для артистов театра утро это доброе время или все-таки такой большевечерний человек? И как вообще с утра ведут себя ваши связки? Расскажите. Вы знаете, я в принципе такой непривередливый человек. Мне нравится и утро, и вечер, и день. И погода абсолютно не влияет на мое настроение, потому что я люблю жизнь, я люблю музыку, театр. Мне нравится... мне просто нравится жизнь. Жизнь во всех проявлениях. И могу сказать, что вот у меня сопрано, голос у меня высокий, поэтому для меня утро это хорошее время. Обычно говорят, что утром трудно петь более низким голосом мужским. Это басы, это сопрано. А вот и колоратурное сопрано, знаете, есть такой голос, им вообще прекрасно утром поется. Они как жаворонки, да? Они как бы стички утром поют, да. Можно представить вас, что вы вот так готовите завтрак, да, и напеваете, и потом что-то, да? Ой, вы знаете, на самом деле, так как музыка является моей профессией, то она окружает нас с утра до вечера, и поэтому, когда есть свободное время не слушать музыку, мы стараемся ее не слушать. Потому что она немножечко постоянно у нас в голове, мы постоянно учим новые партии, у нас выходы в спектаклях, и нет такого, что ты спел, вышел и выключился. У тебя продолжает в голове крутиться, это звучать, это музыка, она сопровождает тебя, и ты часто думаешь, боже, как же ее выключить в голове. Да, поэтому, на самом деле, профессия очень прекрасная, потому что ты живешь постоянно в мире музыки, который прекрасен, прекрасные композиторы, прекрасные оперы, поэтому не профессия, а наслаждение. Приключиться можно, я не знаю, послушав что-нибудь попсовое, да? Вот, что, знаете, человек занимается любимым делом, действительно. Да, это факт. Ну, стоит сказать, что в ближайший вторник у всех минчан, гостей нашей столицы будет потрясающая возможность услышать легендарную оперу, собственно, в Большом театре Беларуси. Звездный состав собирается там. Опера всегда легенда, да? Да, совершенно верно, будут народные артисты Беларуси исполнять партии. Это Сергей Франковский, Владимир Громов, естественно, Анастасия Москвина, наши гости. Расскажите, пожалуйста, а вообще с чего начиналась эта опера? Насколько я знаю, 1978 год – это год создания, собственно, всего вот этого прекрасного зрелища. Да, действительно, это вторая редакция на сцене Большого театра этой оперы. В первую редакцию я не попала, потому что была еще совсем маленькой. И сейчас вторая редакция, когда у нас была премьера, конечно, было здорово, что мы могли пообщаться с композитором, который принимал активное участие в подготовке новой версии. И его детище, опера «Седая легенда». Маэстро Дмитрий Смольский. Да, Дмитрий Смольский присутствовал на уроках, на спевках, на репетициях. Для артиста это большой-большой подарок, потому что не каждый артист, исполняя партию в опере, может общаться с автором этого произведения, который может дать ему… С первоисточником. Да, с первоисточником, который может дать ему ценные советы. И на самом деле рассказать, как он видел эту оперу, когда ее создавал. И получается, что ты являешься как бы… Вы делаете совместный продукт, вы вместе создаете. Мало того, ты можешь композитора, допустим, попросить, а нельзя ли здесь такую нотку немножко изменить? Дмитрий Смольский вот так хорошо, быстро соглашался на вот такие ваши пожелания. На самом деле, конечно, у композитора свое видение. Он написал оперу, и он достаточно серьезно относился к оригинальной версии, именно к тому, что он написал. Но то, что ты общаешься с автором этого произведения, оно настолько ценно, потому что Дмитрий Смольский – это национальное достояние белорусской композиторской школы и вообще нашей страны. И это незабываемое событие в жизни каждого, кто с ним общался, когда опера была перед премьерой, когда мы готовили эту оперу. Ну и могу сказать, конечно, то, что такая опера есть в нашем репертуаре. Это национальное достояние нашего театра и нашей страны. У нас две оперы белорусских авторов сейчас в репертуаре. Это «Дикое поливание короля Астаха» Солтана и «Седая легенда» Смольского. Поэтому большое счастье, что в нашем национальном большом академическом театре есть две прекрасные национальные оперы, которые идут с большим успехом и в которых мы с удовольствием участвуем, потому что это дух нашего белорусского народа. А еще когда это соединяется с либретто Владимира Короткевича, то это, конечно, просто квинтэссенция, наверное, действительно всего белорусского, что может быть только на сцене. Ну и стоит добавить, что на белорусской мове идет исполнение. Конечно, на языке оригинала. А вот есть ли отличия в том, как петь оперу на итальянском? Считается, что это самый прекрасный и удобный язык для оперы. Но дело в том, что белорусская мова входит в тройку самых мелодичных языков мира. Есть ли какие-то сложности с исполнением именно на белорусском языке? Вы знаете, мне кажется, когда это твой родной язык, сложностей не возникает ни у кого. Мало того, когда мы исполняем оперы на русском и на белорусском языке, это наши два родных языка, мы, наверное, вкладываем больше эмоций и больше нашего сердца в то, что мы исполняем на сцене, потому что это язык наших предков. Белорусский язык — это наш родной язык, который мы любим и на котором мы также общаемся. Поэтому это особенно важно для нас. Мы сохраняем свое национальное такое достояние. И мы говорим о том, что мы белорусы, когда мы исполняем оперы на белорусском языке, и когда они настолько прекрасны, и мы гордимся этим. Я думаю, что сейчас очень многие себе сделали пометочку, да, ближайший вторник, обязательно посетить спектакль «Седая легенда». Анастасия, для тех, кто вот думает, опера, может быть, не совсем мой жанр искусства, да, что мы можем сказать? Я как-то прочитала в одном интервью, и вы сказали, мы же артисты оперы, мы не поем по нотам, мы поем душой. Как можно привлечь вот таких сомневающихся зрителей? И сказать, что точно они не заскучают. Я думаю, что не только артисты оперы поют душой, я думаю, все поют душой, потому что когда у человека, когда ему хорошо, он всегда поет, да, что-то напевает. Все-таки песня – это как какое-то легкое дыхание у каждого человека. Даже когда человек не умеет петь, но он все равно поет. Поэтому могу сказать, что ничего сложного там нет в опере. Приглашаю всех. Стоит только один раз прийти в наше прекрасное здание, в наш прекрасный театр тоже, который обязательно нужно посетить всем и белорусам, и гостям нашей страны, потому что очень прекрасный театр. И легендарное здание. И легендарное здание. У нас была прекрасная реконструкция. В 2008 году мы вышли после ремонта. Замечательный театр. Прекрасный репертуар и опера, и балеты, и концерты. Каждый зритель найдет абсолютно все. Или камерные концерты, романсы, или опера, или балет, или детские спектакли. У нас большой репертуар. Я очень люблю этот жанр. Я не сразу пришла в него. Я тоже думала, как многим, это сложно и непонятно. Но как только я переступила порог, я поняла, что это мое, мне это очень нравится. Оно цепляет, и оно проникает в самое сердце. Да будет так. Хочется только сказать. Мы благодарим народную артистку Беларуси Анастасию Москвину. Еще раз вас всех приглашаем в Большой театр. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Прекрасных вам спектаклей. Спасибо. Да, но мы добавим, что в 18.15, это мы уже говорим сейчас как раз-таки про день, про вторник. В фойе театра откроется выставка одного дня в фойе театра Большого театра Беларуси. Да, в храме искусства представили сразу две иконы. Дегитрия Белыническая и Астрабрамская иконы Божьей Матери. Не упустите, правда, такую возможность совместить. Действительно, очень много таких культурных моментов. Спасибо.